Очередная пресс-конференция главы администрации Кингисепского района Виктора Гешили прошла в необычном формате. Он вместе с группой журналистов посетил ряд объектов в Кингисепском районе и первый из них – фельдшерский акушерский пункт в Большом Куземкино. Маленькая предыстория этого объекта, наверное, из моей практики, работа главы администрации – это один из самых тяжелых объектов, несмотря на то, что он маленький. Нами был объявлен аукцион еще в 2012 году, выиграл его подрядчик с понижением 10%. На аукцион мы выставляли с ценой 15 миллионов рублей, чисто коробка здания без благоустройства. Подрядчик выиграл с понижением 10% в 13 миллионов с небольшим и, в принципе, через 2-3 месяца этот подрядчик обанкротился. Но в рамках действующего контракта администрации удалось быстро найти другого подрядчика, и строительство возобновилось. Тем не менее, мы нашли подрядчика, который нам сегодня уже полностью построил коробку. Сейчас идут отделочные работы. Мы проторговали следующий аукцион по сетям инженерным. Это еще 5,5 миллионов где-то. Соответственно, объект уже стал стоимостью почти 19 миллионов рублей. И сейчас грядет еще аукцион на благоустройство. Вы видите, что вокруг еще нет благоустройства. Это последний завершающий этап приобретения оборудования. Что же будет представлять из себя современный фельдшерско-акушерский пункт? Каковы его особенности? Объект. На втором этаже здесь жилые квартиры для врача, для фельдшера. И с общей стоимостью 22 миллиона. Я надеюсь, что мы в ближайшее время закончим строительство. В моменте практически завершены все внутренние отделочные работы. По инженерии полностью работы завершены. В данный момент разрабатывается проект по благоустройству. То есть я думаю, что в реалии это конец июня. Первому июлю должны объект сдать. В поселке Услуга, куда лежал путь главы администрации далее, в планах было посещение двух объектов. Это действующая больница в поселке Услуга. В наших планах, в глобальных планах была следующая история. Мы намерены были на следующий год эту больницу ставить на капитальный ремонт, полностью ее закрывать, делать капитальный ремонт и уже оснащать ее современным оборудованием, чтобы эта больница свой уровень подняла в разы сразу. О существующих проблемах Услужской больницы рассказал заведующий Владислав Пашкевич. Одна из больших проблем – это оказание скорой помощи, потому что мы все подаленные, очень много поезжих. И ночные смены особенно не справляются с тем количеством больных, которые наступают. Поэтому, как предполагалось, когда приезжали с председателями комитета здравоохранения, что как бы открыть здесь поставить ускорую помощь. Это очень нужно было. Мы ждем капитального ремонта, оснащения, чтобы наше население лечилось в нормальных, хороших условиях. В заключении своей беседы с заведующим больницей Виктор Эвальдович обнадежил жителей услуги соседних населенных пунктов. Работа, естественно, в услуге должна появиться скорая помощь. Это, мы понимаем, обязательно должна появиться. И все для этого делаем, чтобы в ближайшее время станция скорой помощи здесь работала. Она будет закрывать у нас, как минимум, это Вестино, Котельское поселение, Услужское само поселение, Куземкино. Строящаяся школа в услуге – это следующий объект, на котором побывал глава администрации Кингисепского района. Во время знакомства со строительством представителям средств массовой информации было рассказано о графике выполнения работ. «Поездки, наверное, самый важный объект, который мы с нетерпением ждем, что будет построена, это школа на 350 мест, в Левобережье, в услуги. Это та школа, которой уже мечтали, наверное, тут тоже десятилетия. И вот, наконец-то, в этом году мы эту школу откроем. Сегодня не хотелось бы говорить жестко о сроках. Планы у нас с генподрядчиком определенные есть. Есть договоренность с губернатором Ленинградского, что 1 сентября мы эту школу должны открыть. Но по контракту она у нас должна быть завершена, построена, оборудована, все оснащена до декабря месяца. Поэтому у подрядчика есть срок, но если он будет идти с опережением, то, естественно, наши детишки 1 сентября пойдут в эту школу». Почему же получилось, что возникли трудности с графиком строительства этого жизненно важного для услуги объекта? «На самом старте получили несоответствие геологических изысканий, которые были проведены по строительству школы, тем проектным решениям по фундаментам, которые были выполнены. Соответственно, это долгий путь, это корректировка проекта, это повторная экспертиза. Действительно, у нас наросло из-за этого отставания порядка 6 месяцев, которое сегодня мы благополучно нагоняем. И тот график, который сегодня подготовлен на завершение, он действительно нас выводит в контрактные сроки, то есть это 15 августа этого года, и мы будем стараться изо всех сил эти сроки соблюсти, для того, чтобы 1 сентября действительно эта школа распахнула двери для учащихся». Действительно, работа на стройке идет полным ходом. Постоянно приезжают машины со стройматериалами, некоторые помещения уже подведены под крышу. Как только будет сделана отделка, начнется заполнение школы всем необходимым для учебного процесса. «Мы уже завершили аукционную документацию, конкурсную документацию на приобретение всего оборудования в эту школу. Это специализированные классы химии, физики, другие классы по труду, мебель, оборудование, кухонная мебель, мебель для пищеблоков, варочное оборудование, холодильное оборудование. То есть это очень большой перечень оборудования, почти что на 20 миллионов рублей, который будет в ближайшее время закуплен. И по мере готовности объекта мы будем заполнять уже классы мебели». Во время поездки с главой администрации района представители средств массовой информации также посетили комплекс очистных сооружений в Сережино, где проводится масштабная реконструкция. А Виктор Эвальдович ответил на вопросы. Елена Афанасьева, Игорь Овсиенко, телеканал «Ареол». Ну, может быть, и местные жители где-то могут приседать. Продолжение следует...